Воскрешение из мертвых. Реально будет? Я хочу вам процитировать то, что сделал Рамбам 850 лет тому назад в 13 основах нашей веры. То есть еврей, который верит и полагается на эти 13 основ, он называется евреем. А тот, кто не верит в них, он несчастный еврей. Я читаю. Последняя 13 основа. Я верю полной верой, что произойдет оживление мертвых в тот срок, когда на это будет воля Творца, благословенно его имя, и превознесена память о нем навечно. То есть я должен в это верить. И в трактате Санедрин, Павелонского Талмуда, приводятся разные намеки и истории о том, что обязательно будет оживление мертвых. В нашем мире мы смотрим на смерть, как на несчастье. Человек оплакивают. Это траурные дни. На самом деле это то, что сотворил в мире первый человек. Не выдержав испытания, согрешив перед Творцом, он привел в мир смерть. Но Творец называется жизнь жизни. Каждый человек, который в течение краткой своей жизни в нашем мире связывается с Творцом, он получает пригласительный билет в будущий мир. А будущий мир – это мир после смерти. Так сказано в трактате по учению отцов в Перкеа вот. Не по своей воле ты родился, не по своей воле ты умрешь, и не по своей воле тебе предстоит дать отчет перед царем всех царей, святым благословен он. Душа спускается в наш материальный мир для работы. После того, как она завершает работу, она отправляется в мир душ, но в результате, вы знаете, как подводит итог? Итого написано. Она должна вернуться в тело, встать и дать отчет обо всем том, что она делала на протяжении всех своих жизней, которые она прошла в этом мире.